Турецкая недвижимость подорожала на 52% и подешевела на 10% одновременно. Что за магия? Об этом, а еще о фантомном жилье в Сербии и пляжном сезоне на севере расскажем в совсем не магическом выпуске новостей от Приан. С вами я, Ольга Логовская. Поехали! Июль заканчивается, рынки подводят итоги первого полугодия. Правда, общая статистика, она всегда запаздывает. И вот аналитики Global Property Guide опубликовали данные, но только за первый квартал. Так или иначе, цифры любопытные. Самые высокие темпы рост цен на жилье в Черногории, ОАЭ и Грузии. И это, что важно, в национальных валютах, но с учетом инфляции. Итак, Черногория. Рост 24%. Во многом подогревается спросом со стороны иностранцев. Казалось бы, инвесторы должны радоваться такой популярности страны и растущему рынку. Но многие эксперты считают иначе. Про Черногорию, например, все чаще говорят, что здесь процветает квазитуризм. Это когда страну рассматривают как дачу те, у кого есть большие деньги. А это перегревает рынок и делает его недоступным для местных жителей. Примеры из других стран показывают, что властям приходится это учитывать, и не всегда они делают это аккуратно. Дубай продолжает быть важной точкой притяжения в мире. Рост цен за год здесь почти 17%. И это несмотря на все предсказания неизбежного перегрева и замедления. Нет, он все еще не надоел. Элитный сегмент по-прежнему страдает от нехватки предложения. Да-да, не хватает люксовых объектов. Особенно в популярных районах. Можно предположить, что покупатели с возможностями ищут варианты для собственного проживания, а не для перепродажи. А это показывает уверенность в рынке. Ну и пару слов о популярной Турции и удивительной Аргентине. Их объединяет математическая магия. В Аргентине цены за год выросли на 7,5%. В национальной валюте. С поправкой на инфляцию все очень плохо. Страна находится на последнем месте в рейтинге с впечатляющим результатом. Минус 72%. А все дело в том, что инфляция в стране достигла почти 300% в начале года. Результат шоковых реформ нового правительства. Но Аргентина далеко. Поэтому пример, который куда ближе, это Турция. Без учета инфляции в лирах цены подскочили аж на 52%. Но учтем инфляцию и выясняется, что местное жилье подешевело почти на 10%. То есть цены росли быстрее, чем дорожали квартиры. По-моему, ориентироваться или держать в голове нужно оба параметра. Инфляция, вернее расчеты с учетом инфляции позволяют понять покупательную способность вашего актива и тех денег и того дохода, который вы получаете. С другой стороны, номинальные изменения, они позволят сравнить тот доход, который у вас есть от недвижимости с какими-то другими возможными вложениями. Наконец, сравнивая два параметра, то есть удорожание или удешевление с инфляцией и без нее, вы имеете возможность понять, а что же происходит на рынке недвижимости конкретной страны и вообще с ее экономикой. А значит, оценить перспективы и риски. А теперь о фантомах, но не оперы, а сербской недвижимости. Не сюрприз, но все равно впечатляет. Почти каждый третий объект в стране официально не зарегистрирован. Такие неутешающие данные привело местное кадастровое управление. Проблема серой недвижимости в том, что на документах ее как бы и нет вовсе, а значит, к ней не применяются законы о собственности или регулировки правил строительства. Может, для кого-то это и хорошо. Обычно такие объекты продаются гораздо ниже рыночной стоимости. Но в случае покупки вряд ли от них стоит ждать что-то, кроме головной боли. Почему не регистрируют эти 30%? Основные причины – нехватка документов, отсутствие разрешения на строительство. Да много причин. Кстати, вот эти 30 незарегистрированных процентов – одна из главных причин, почему многие риэлторы вообще не работают с сербской историчкой. И при очевидном спросе не предлагают ее, например, россиянам. Риски слишком велики, а комиссии ничтожны. Впрочем, Национальное агентство по экономическому развитию Сербии не спит. Предлагают реформы, чтобы решить проблему, ввести всеобщую регистрацию недвижимости, упростить процедуру легализации, разработать систему валидации для объектов с неполной документацией. Звучит позитивно, но дьявол в деталях. Непонятно, в какие сроки будет проводиться реформа, как будут определять, какой объект можно регистрировать, а какой только под снос. Вопрос крайне актуальный, учитывая реформы программы «Золотой визы». Ведь покупка недвижимости в Сербии дает право на получение единого документа, который одновременно служит видом на жительство и разрешением на работу. Поэтому рекомендации для тех, кто рассматривает страну для покупки недвижимости. Проверяйте и перепроверяйте документы. Работайте с нотариусом и проверенным риэлтором, чтобы не получить кота в мешке. Неизыблемая формулировка. Лето значит отпуск, значит едем на юг к морю. Так живет почти вся Европа. Но в 2024 году появился новый тренд. Пулкейшн. Поездка в отпуск на север, туда, где попрохладнее. Тенденция в принципе понятная. В последние годы старый свет страдает от изнуряющей жары. И традиционные курорты становятся для многих просто адом. На юге Европы температура достигает 35-40 градусов. Не то что гулять и развлекаться, даже выходить из дома не хочется. Так что идея уезжать на север и охлаждаться кажется вполне разумной. Прагматичные жители Северной Европы потирают руки и открывают специальные прохладные маршруты. Например, на официальном туристическом портале Visit Norway уже появилась специальная страница, посвященная Кулкейшн. Предлагают сбежать с палящего солнцепека и жары на север для освежающего летнего отпуска. Туроператоры Финляндии и Швеции радостно отчитываются о росте турпотока. Значит ли это, что в течение пары лет туристы из Южной Европы перетекут в Северную? Частично да, но думаю, вряд ли мы увидим кардинальные изменения. Вот мы сказали слово Кулкейшн несколько раз, просто аналога на русском языке пока нет. Мы провели небольшой опрос в нашем Телеграм-канале, и наши читатели предложили несколько креативных вариантов перевода. Мне больше всего понравились охланикулы и холодоотпуск. Кстати, обязательно подписывайтесь на Телеграм-канал Приана. У нас интересно и полезно. Ссылку оставили в описании под видео. Ну и еще одна ссылка в описании будет посвящена очередному объекту недели. В этой рубрике мы представляем или что-то очень необычное, или что-то условно-типовое востребованное. Скажем, яркий пример сегодняшнего рынка. Но сегодня в нашем выпуске объект, который и яркий, и востребованный, и, если так можно сказать, вожделенный. А все потому, что это апартаменты в комплексе чуть ли не в самом культовом уголке Италии, на юге Озера Гарда. Элегантный комплекс в престижном поселке, двухкомнатные апартаменты на втором этаже. Цена менее 250 тысяч евро. Вообще сумма для этого места невелика, хотя квартира тоже небольшая, 56 квадратов. Мебель, техника, терраса с барбекю, возможность удаленной сделки. Но это еще тот случай, когда эмоции захлестывают, когда только начинаешь смотреть на фотографии. В общем, если заинтересовал конкретный вариант, или просто присматриваетесь к объектам в Италии, обратите внимание на ссылки в описании. Вот такая аниместическая чехарда с цифрами у нас и получилась на этой неделе. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь мнением в комментариях под видео. Прощаюсь с вами до следующей недели, не скучайте. Хорошего вам лета и классного настроения. Прощаюсь с вами до следующей недели.